Протесты в Грузии, а также перспективы возобновления движения страны в ЕС, далее обсудим с гостем Дмитрий Шашкин, член Полицсовета Единого Национального Движения Грузии, с нами на связи. Дмитрий, рад приветствовать вас на Freedom. Добрый день. Вот первые митинги после парламентских выборов и победы правящей партии прошли сразу после объявления результата, 28 октября. И только сегодня вторая волна протестов, которая и должна, ну скажем так, очертить дальнейшие перспективы страны. Расскажите, что происходило в Грузии в течение этих последних дней и какие ожидания от митинга сегодня? Ну, этот период нужен был для того, чтобы собрать все эти доказательства фальсификации, которые существовали. Привести их с участков, собрать, проанализировать, положить в определенном порядке, рассортировать и так далее. А выборы, как вы уже отметили, характеризовались тотальной фальсификацией. Такого не было в Грузии со времен Шевернадзе. Я такого не видел с 2003 года в Грузии. Эти выборы, как вы уже тоже сказали, не признали ни международной организации, ни местной наблюдательной организации. Самая большая наблюдательная организация Грузии, которая 30 лет уже наблюдает за выборами, прямо указала в своем отчете, что те нарушения, которые были зафиксированы, они повлияли на результат выборов. А международные наблюдательные организации заявили, что эти выборы не были ни свободными, ни справедливыми. Даже такая организация, в которой огромное влияние имеет Россия, как ОБСЕ и ОДИР, даже они были вынуждены сказать, что они были исключены из всех критических процедур, которые проводила Центральная избирательная комиссия. Они не могут взять на себя ответственность за то, что там творилось. Так что, да, к тому же президент Соединенных Штатов Америки выступил с заявлением, что эти выборы не признает весь мир как свободный и справедливый. Любые выборы имеют основополагающие значения. Как таковыми является, например, тайное голосование. Эти выборы не были тайными, потому что в последний момент, когда изменила Центральная избирательная комиссия, ручки и карандаши на участках, на фломастеры, фломастеры пропустили чернила, и с тыльной стороны было видно, кто за кого голосовал, и благодаря этому шел полный контроль административного ресурса и запугивание людей. Деньги раздавались как в предвыборном процессе, так и в день выборов. Просто тупо вокруг участков стояли люди, раздавали деньги. Избиение людей. Председатель ЕНД Барнаульской организации был зверски избит прямо на участке. Ему понадобились операции, собирали лицо, у него были поломаны лицевые кости. Запугивание людей шло на государственном уровне. Вы сами видели, какие билборды правящая партия вывешивала на улице разрушенные церкви Украины, разрушенные российскими войсками. И призывами не голосовать за оппозицию, потому что тогда и Грузию ждет то же самое. И так далее и тому подобное. То есть такое количество было нарушений, такое количество огромное нарушений, что это нужно было несколько дней, чтобы все это собрать, проанализировать, рассредоточить, расположить в правильном порядке. И после этого сегодня уже оппозиция представит план следующих действий. Насколько я понимаю, в течение вот этой недели президент Зурабешвили, которая не признала результаты выборов и назвала их, скажем так, российской операцией, она встречалась с представителями оппозиции. О чем говорили на этих встречах? Что будем делать? Те же, реально, план очень простой. Есть всего две вещи, которые мы можем сделать. Так как у народа отняли право голосовать и право менять правительство путем выборов, у него это право забрали. Это право было в ДНК грузин с 2003 года после революции Рос, допустим, в 2008 году, когда были протесты, Михаил Саакашвили ушел в отставку, выиграл выборы и вернулся. В 2012 году он проиграл выборы, передал в течение получаса власть оппозиции. Тогда это была грузинская мечта, хотя мы знали, что это российский проект, это не грузинская, а русская мечта на самом деле. Так что это все видели, что это возможно, это было в ДНК грузин. Была огромная надежда, что выборами, демократическим путем можно решить все проблемы, которые сейчас существуют в государстве. Это право отняли у людей. Осталось две вещи. Это протест, протест, еще раз протест, и это помощь наших западных партнеров. Кстати, ряд западных партнеров, как вы говорите, грозятся пересмотреть свои отношения с Грузией, которая ранее неоднократно заявляла о желании сблизиться с Европой. Вот насколько, по вашему мнению, изменились перспективы евроинтеграции, да, и вообще какая реакция последовала от стран Запада после парламентских выборов? Евроинтеграция в Грузии остановлена. Это очень тяжело, но это факт. Это не домыслы, это заявления высокопоставленных чиновников Евросоюза. Все. Евроинтеграция остановлена до тех пор, пока эти люди находятся у власти. Заявления, которые последовали из Вашингтона, которые последовали из Брюсселя, из Европы, они правильные, это хорошие заявления, правильные заявления, они константировали, они сказали правду. Они не пытались ее украсить, они сказали правду. Но теперь за вот этими заявлениями народ Грузии ожидает конкретные шаги. Остановка евроинтеграции для русской мечты, для кураторов с Россией, это то, чего они добивались. Так что это никакое не наказание для этих людей, которые украли у народа выборы, которые у права народа украли избирать в власти. Это не наказание для них, это наказание для страны. Разговор о том, что остановят визу либерализацию, и опять будут введены визы, это опять же не для них наказание. У них у всех дети в Европе, у многих из них двойное гражданство. Они своих жен возили в разные страны рожать, чтобы получать гражданство с помощью детей. Так что им это не проблема, это будет опять же наказание народа, а не этих людей. А то, что может сделать Европа, и то, что может сделать Америка, это санкции на их украденные деньги, которые они украли у народа Грузии. Я хочу вернуться на шаг назад. Грузинская мечта получила на выборах больше 50% голосов, даже учитывая там фальсификации. Вот можете объяснить, почему партия, которую неоднократно обвиняют, скажем так, в обслуживании интересов Кремля, имеет такую поддержку в стране, где почти 80% населения стремятся в Евросоюз? По разным данным фальсификация была в пределах 25%. То есть приблизительно половину своего рейтинга они украли у народа Грузии. Но вы абсолютно правы, даже те остальные 25-30%, которые они имеют, вызывают вопросы. Откуда этот рейтинг? Все очень просто. Первое. Это пирамида, которая была выстроена в течение последних 12 лет нахождения у власти. В эту пирамиду входят так называемые социально незащищенные граждане, более 300 тысяч, которые получают каждый месяц социальную помощь от государства, и в любой момент она может прекратиться. То есть там нету какого-либо обязательства взятого государства. Каждый месяц она пересматривается, и в любой момент у них могут эту социальную помощь забрать. Второй вопрос, это вторая категория людей, это так называемые краткосрочные контракты. Это огромное количество людей, которые надели на государственную службу на краткосрочные контракты. Каждый месяц им ее продлевают. В любой момент их могут выгнать с работы, и они останутся без средств существования. Доходит все это до абсурда. Допустим, в маленьком городке Грузии, Цалинджиха, который находится на границе с оккупированной Абхазией, в мире работает больше людей, чем в мире Лондона. Более 900 человек. В маленьком районе 40 минут езды от Билиси, в котором всего проживает 25 тысяч человек, 300 человек работают в департаменте спорта. К Олимпиаде готовят, видимо, свой район. Так что это вторая категория людей. Третья категория людей – это те люди, которые участвуют в коррупционных схемах, которые русская мечта создала, и наживаются на том же реэкспорте в Россию. И четвертое – это люди, которые, правда, боятся. Это обычное подсознательное чувство, страх, который существует в любой стране. Есть категория людей, которым очень сильно подвластны. Когда их запугивают каждый день с государственных каналов пропаганды, запугивают, что будет война, то есть определенная категория людей, которые боятся. Дмитрий, перед парламентскими выборами в эфире «Фридом» вы сказали, что выборы решат, останется ли Грузия независимым государством или станет губернией Российской Федерации. Уже после итогового голосования к какому исходу сейчас ближе судьба страны? Часть судьбы страны висит на волоске, и она находится в руках людей, которые сейчас на улице. И единственное спасение для этой страны – это вот этот протест и помощь наших западных партнеров. Я хочу еще раз подчеркнуть одну очень важную вещь. Грузины будут бороться, как они боролись столетиями за независимость, как они боролись и с Российской империей, и с Советским Союзом, и после развала Советского Союза, когда они боролись за свою независимость. Это однозначно. Мы точно так же ждем поддержку демократических сил Запада. И это не потому, что кто-то нам что-то должен или так должно быть. Нет. Очень важно понимать, что будущее безопасности Европы, в том числе и безопасность Украины, проходит сейчас в том числе и по продемократическому курсу Грузии. Грузия стала важнейшим звеном в цепи, которую построила Россия для обхода санкций, как экспорта, так и импорта. Россия в течение, если останется эта власть, и прошившаяся сила, русская мечта останется у власти, в течение года Россия получит контроль над тремя основными портами Грузии. Это Патуми, это Поти и это строящая Лазика. Вместо закрытого верхнего потока Байкала-Мурской магистрали и подсоединения к Новороссийскому, она получит три новых порта и будет иметь неограниченное количество ресурсов для ведения войны. В Украине, в Европе, если она собирается это делать, и никто от этого не застрахован, и очень шансы большие. Так что наши западные коллеги должны понимать одну очень простую вещь. Или сейчас они поддерживают народ Грузии в борьбе, и это в их интересах. Никто никому ничего не должен, но надо понимать и трезво оценивать ситуацию. Если Россия получит три порта еще в свое распоряжение, она получит неограниченные ресурсы для ведения войны. На данный момент у России, кроме Грузии, в Европу, сухопутные границы практически все закрыты. Через Центральную Азию, через Китай везти очень дорого. В Центральной Азии, допустим, Казахстан и Китай отказываются пропускать санкционные товары, которые пропускает Грузия. Вы понимаете, что Гонконг, несмотря на то, что он находится на территории Китая, микросхемы везут из Гонконга не через китайскую российскую границу, а через грузино-российскую границу, потому что Китай отлично понимает, что свои компании он не подставляет под санкции. А в Грузии здесь эти люди, которые сейчас у власти, они думают двумя-тремя месяцами вперед, а не на годы вперед. Дмитрий, спасибо большое, что разъяснили ситуацию. Дмитрий Шашкин, член Политсовета Единого Национального Движения Грузии, был с нами на связи. Мы говорили о результатах парламентских выборок в Грузии и несогласии грузинского народа, в частности, оппозиции с этими результатами. Дмитрий Шашкин, член Политсовета Единого Национального Движения Грузии,